Какой у вас взгляд на сегодняшний рынок? Что происходит? Чему радоваться, чего бояться? Тяжелый вопрос. Чего радоваться, чего бояться? В общем, давайте я опять скажу о том, чем я пользуюсь, к каким принципам руководствуюсь, когда торгую на рынке. Поскольку времени и отчасти знаний не хватает, чтобы анализировать все объемлющие и наши, и американский рынок, как трейдеры, я пришел к высказке о том, что надо искать на рынке точку экстремума и идти торговать от прорыва. Не идти против толпы, идти с толпой по тренду и грамотно управлять позицией, выставлять стоп-лос. Соответственно, у меня никогда не бывает какого-то четкого представления о том, куда пойдет рынок. Он пойдет 50 на 50, либо вверх, либо вниз. Важно знать, что скорее в точке прорыва, конкретного уровня, он с большей вероятностью будет идти в сторону прорыва. Соответственно, нужно встать на подножку поезда и следовать вместе с толпой, с рынком, управляя стоп-лосом, риском и так далее. Вы трендеры и спекулянт, так скажем, да? Да, да, да. Я торгую только по тренду, совмещают управление длинной позицией и краткосрочным спекуляциям, но опять же, все это идет только от прорыва уровня. Поэтому, в принципе, мне все равно, какой там информационный фон на Третья мировая или очередные санкции, это всегда будет отражаться в динамике цен. Это будет видно на графике при прорыве экстремума. Соответственно, для меня сегодня был важный уровень, если смотреть фьючерс на индекс РТС, то 101.710. Вот, соответственно, от этого уровня я начал торговать, пока еще нахожусь в позиции, соответственно, в шарте. Ну, соответственно, там, со стоп-лосом и представлением о том, сколько можно взять от этого движения. Если бы мы пошли вверх, то, соответственно, у меня был бы лимитный орден от 104.050. Такими как бы мыслями я руководствуюсь, когда торгую. Понял, Константин. Вы у какого брокера торгуете? Ну, я долгое время, долгое время, скажем, два, наверное, держал деньги у одного брокера, сейчас перешел к другому. Это крупный брокер, я называть фамилией не буду. Понятно. Просто крупно-российский брокер. Понял вас. Константин, значит, есть такая легенда, что один ученый смотрел на пар, который шел из носика чайника, и через 30 лет изобрел паровой двигатель. Как вы стали редактором биржевого журнала? Вы в детстве играли акциями Газпрома? Нет, акциями Газпрома, такими другими акциями я не играл, просто в какой-то момент, что понимание, что там интересная экономика, потом стало понятно, что интересен скорее финансовый рынок, инвестиции. Отчасти себя попробовал даже на биржевом турнире, организованном одной компанией три года назад, он был организован для журналистов. Ну и, соответственно, месяц он длился, и я почти все время лидировал в этом зачете. Ну и последние пару дней я решил без стоп-лоссов купить Газпрома и Сбербанка. Как раз в тот момент ЦБ начал продавать в рынок бумаги, которые он еще покупал, держал на балансе с 2008 года. Тем самым он укатал и мою прибыль, и мое первое место в пол. Так что я оказался на последнем месте, а выиграл мой коллега с какого-то радио, сделав, по-моему, одну сделку, заработав 15 или 20 рублей, что ли, когда у меня там было в моменте прибыли 10-15% отчета. Было жутко обидно, но с тех пор я понял, что надо в этом чуть больше разбираться и копать, интересоваться. Ну, собственно, когда... Хорошо, когда твое хобби становится твоей работой, да, и вот так вот совпало, что я узнал о журнале, там, публиковался в нем, и в какой-то момент, собственно, мою кандидатуру рассмотрели на пост главреда. Поэтому в этом плане счастливый человек. Да, когда хобби совпадает с работой, об этом можно только мечтать, мы согласны. Константин, какие планы по развитию журнала, опять же, из того, что они являются военной тайной, но всем, конечно, интересно, поскольку ведущий биржевой журнал в нашей стране. Ну, мы обязательно сделаем, я надеюсь, мобильную версию журнала, то есть он будет доступен для чтения и в Apple Store, и в Google Play. Вот, соответственно, сейчас мы ее разрабатываем, и там можно будет не только прочитать архивные номера, текущий номер, но даже будет ретранслироваться лента новостей с сайта. Соответственно, та вещь, которая должна была быть сделана достаточно давно, вот сейчас притворяется в жизни, и я надеюсь, что к середине декабря, с выходом нового номера журнала, будет доступна его и мобильная версия. Да, конечно, это сейчас мы все на мобильных устройствах, это будет прорыв, без сомнения. Из каких-либо крупных мероприятий, семинаров, конференций, что в ближайшее время планируете провести? Ну, как правило, мы выступаем скорее информационным партнером каких-либо мероприятий. Есть задумки по поводу того, ну, по поводу организации вообще круглого стола, по дегиде журнала. Остается только это дело еще раз хорошенько обдумать, там, довести до удобного состояния всем и, собственно, провести. Но мысли о создании круглых столов и, может быть, даже конференции, они, конечно, есть. Понятно. Ну, мы, кстати говоря, предлагаем вам подумать о сотрудничестве с нами. Мы готовы также в прямом эфире проводить круглые столы, потому что страна огромная, из Владивостока и Иркутска не каждый день прилетают люди в Москву на круглые столы. А мы готовы это все организовать. До 16 участников, как мы сейчас с вами два экрана, также 16 человек мы можем вывести, одновременно беседовать. Мы можем, так сказать, оставлять одного спикера в эфире, двух и так далее. Это очень хорошо сейчас управляется. Фот, как вы видите, легкий, одна зеленая кнопка на экране. Заблудиться невозможно. Поэтому подумайте, может быть, мы как-то в этой части посотрудничаем. Будем рады с вами поработать. Ну и задаю главный вопрос. Меня молодые девушки всегда критикуют за то, что я вообще неправильно веду передачу. И, допустим, когда я веду молодых спикеров, все всегда говорят мне, задайте главный вопрос. Женат или не женат? Константин, женат? Нет. Девушки, выполнил вашу просьбу. Нашел вам молодого интересного холостяка. Поэтому, надеюсь, с сегодняшнего дня у меня будет меньше критиковать. Константин, спасибо вам огромное за этот эфир. Всегда рада вас видеть. Мы включаемся пять раз в день. Может быть, вам интересно будет в 11.30, в 15.00 подключаться, где мы обсуждаем новости. Новости мы обсуждаем достаточно критично. Иногда просто возьмем новости о боржом, так сказать, главного героя. Потому что, ну, или человек или нелепость сказал, или там уж слишком в наклоненной позе. Или, наоборот, может быть, не понимает сути происходящего. Но в основном стараемся, так сказать, по существу. И самое главное, именно с точки зрения трейдинга. Не макроэкономики, не супераналитики какой-то. А вот что это даст рынку? Как это повлияет на рынок? И как, может быть, стоит действовать в этой ситуации? Ну, например, вчера, когда НАТО объявило о том, что они видят российские войска в Украине, мы сразу сказали, а че рынок-то не падает? И мы начали это обсуждать. Вот сегодня, когда они еще нефть придавили, Министерство энергетики своим заявлением, ну, естественно, это была вторая часть пармезонского балета. Ну, вот таким образом мы стараемся затянуть немножко вперед. Я думаю, вам, может быть, это интересно, поучаствовать в таком процессе. Так что всегда рады вас видеть. Спасибо, спасибо. Надеюсь, что встретимся в эфире. Конечно, всегда рады вас видеть. Нам не надо ни звонить, ни предупреждать. Нажали зеленую кнопку, заходите в эфир, пишите Константин Полтьев в заголовок, ну, там, где там гость, лучше написать имя, и мы сразу будем знать уже, кто к нам заходит. Я понял. Спасибо. Спасибо. Удачного дня. Вам также. Всего доброго. Всего доброго.